Решение жилищного вопроса – один из главных вопросов для многих жителей республики. Решать его помогает в большинстве случаев система ипотечного кредитования. Вместе с тем, в процессе оформления сделок с недвижимостью возникает ряд неожиданных проблем. Они связаны как с особенностями регистрации прав собственности, так и с некоторыми бюрократическими моментами. Мои коллеги продолжат тему. Иметь свою крышу над головой мечтает каждый. Естественно, что выложить круглую сумму наличными за желанные квадратные метры способны далеко не все. Один из самых простых способов решить проблему – взять ипотеку. Однако есть ряд подводных камней, которые могут существенно осложнить реализацию этого процесса. Они возникают при оформлении сделок с недвижимостью. За этим вопросом стоит оформление сделок, в первую очередь касающих прав малолетних граждан наших, то есть несовершеннолетних детей, у которых есть свои права, и которые при оформлении сделок часто возникают споры, в том числе и с органами опеки, у родителей, когда хотят поменять, допустим, одну площадь на другую площадь, и это влечет за собой различные аспекты. Вот наша задача сегодня – как раз проговорить эту тему, выяснить те места наиболее уязвимые, которые можно как-то изменить, в том числе и в административных регламентах. Теперь обо всем по порядку. Сделки проводить иногда просто небезопасно. Суть в том, что граждане не имеют информации по зарегистрированным в квартирах ранее лицам, а также о снявшихся с регистрационного учета. Сколько в перспективе собственников может возникнуть у такого жилья, даже трудно себе представить. Свои трудности возникают и при использовании материнского капитала. Есть такая важная мера господдержки, как материнский капитал, и очень много семей пользуются своим правом. В дальнейшем они сталкиваются со сложностями. То есть жизнедеятельность изменяется, требуется семьям улучшение жилищных условий. И, к сожалению, они зачастую не могут продать свое жилье и переехать в лучшее, но в силу определенных особенностей. То есть в нашем регионе невозможно купить взамен даже большее, лучшее, современное жилье, если люди используют ипотеку. Получается своего рода замкнутый круг. С одной стороны, граждан всячески стимулируют приобретать новое жилье-собственность. А с другой, несовершенство законодательства и чисто формальный подход некоторых чиновников серьезно осложняют ход процесса. Что же делать? Возобновить институт квартирных карт как один вариант. Либо что-то досовершенствовать, дозакручивать здесь в регламентах у нас в регионе. Потому что в других республиках и областях эта проблема решена. Где-то в большей степени, где-то в меньшей. Что же до действий органов опеки, которые следят за соблюдением прав несовершеннолетних детей, то здесь пожелание может быть только одно. Я понимаю, что там работают специалисты своего дела. Они несут ответственность за каждое принятое свое решение. Но главное, чтобы эти решения были неформальными. Главное, чтобы в конечном итоге все шло на благо семьи и с детьми. Вот зачастую иногда формализм присутствует. В настоящий момент все решения, касающие прав несовершеннолетних детей, они решаются в основном органами опеки, комиссией органов опеки, либо через суд. Но это достаточно тяжелый процесс. И наша задача найти какие-то решения, которые бы позволили вот эти административные регламенты усовершенствовать. Может быть, немного видоизменить, если это возможно. Но, во всяком случае, рекомендации круглого стола будут носить вот такую тему. В том, чтобы система ипотечного кредитования была по-настоящему жизнеспособна, заинтересованы абсолютно все. И от того, насколько быстро и правильно будут приняты необходимые многим семьям республики решения, во многом зависит житейское благополучие значительной части жителей Мариэл.